Уборка золота полей идет полным ходом, примерно 25 центнеров с гектара. Такова средняя урожайность. На яровые культуры в этом году аграрии возлагают большие надежды, так как озимые немного подвели. Некоторым компания пришлось пересеивать до 70% зерна. Тем не менее, прогнозы радуют. Задача, которая стоит перед нами, мы традиционно в тройку наиболее с большим количеством намолотившего зерна районов войдем. Более 100 тысяч тонн зерна намолотим мы в этом году. Будем стремиться так, чтобы показатель был примерно равен прошлому году. В 2018 году в Кенальчеркасском районе собрали 112 тысяч тонн зерна. Например, в этом хозяйстве вблизи села Лозовка намолот достигает 900 тонн в сутки. Во многом помогла работа по так называемой нулевой технологии, которую применяют с 2015 года. Это, во-первых, экономия. Амортиционные затраты сокращаются. Количество людей нужно меньше. 1 миллион 21 тысяча тонн зерна. Именно столько удалось намолотить аграриям региона на сегодняшний день. В два раза нарастить объем экспорта продукции в сфере АПК. Такая задача была поставлена президентом России Владимиром Путиным. Об этом в своем послании напомнил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Развитию агропромышленного комплекса правительство региона готово оказывать всестороннюю поддержку. Смотрим, как идет уборка, с какими сталкиваемся с трудностями, как началась посевная кампания, насколько мы обеспечены удобрениями и так далее. Вот эти все вопросы прямо, так сказать, на ход ноги в каждом хозяйстве обсуждаем, решаем что-то какие-то, если необходимая помощь именно от Министерства сельского хозяйства. Наращивание темпов для самарских аграриев – это реальный шанс на повышение конкурентоспособности и выход на новые рынки сбыта. Павел Баймаков, Дмитрий Столяров, Новости губернии, Кинель, Черкасский район.